Предлагаю о вас начать вот с чего. Со свежей громкой темы, именно с того, что Сулейман Кримов заказал Рамзана Кадырова за 200 миллионов долларов, плюс Кадыров давеча объявил ему кровную месть. По-вашему, что творится в этом грязном королевстве? Ну, в целом, можно сказать, можно проанализировать ситуацию на нескольких уровнях. На главном, интересующем нас в общеполитическом уровне, это совершенно очевидное продолжение, ускоряющийся процесс архаизации российской политики. Потому что кровная месть — это, конечно, абсолютная архаика. Это даже не средневековье, как некоторые комментаторы говорят. На самом деле это первобытный общинный строй. Когда твой родственник отвечает за тебя, когда твоя жизнь сама по себе ничего не стоит, а является лишь приложением к жизни главы твоего рода, это родоплеменной общество. Это вот до государственной уровень развития. Путин, сказав о том, что мы, дескать, можем повторить, знаете, это у него клич такой был, да, формально он применим был к 45-му году, Россия угрожала Германии, Европе. Но на самом деле он пошел гораздо дальше. Он создает институции средневековые. Например, тот же Кадыров играет для него роль, по сути, ту роль, которую опричники играли для Ивана Грозного. А в части кровной мести они пошли даже гораздо дальше, чем Иван Грозный. Пошли во времена, я повторюсь, до государственного уровня. То есть просто родоплеменное общество. И, конечно же, это очень сильно способствует делегитимизации режима, его курса, происходящего, потому что, конечно же, подавляющее большинство населения и элитам такое не нравится. То есть есть базовое понимание, что надо идти вперед, а не назад. И, конечно, люди все это применяют на себя. То есть понятно, что Кадыров объявил кровную месть Керимова, но если сейчас его не накажут, так тоже его накажут. Ну, значит, дальше Кадыровцы начнут объявлять кровную месть своим врагам. Потом, поглядев на них, все остальные теченцы начнут этим заниматься. Посмотрев на теченцев, этим будут заниматься и гуши, и дагестанцы, и прочие кавказцы. Посмотрев на них, ну, про это могут вспомнить башкиры, например. Ведь когда-то и у башкир было кровное месть. Если мы идем назад, да, ну, условно говоря, в 18 веке, во время Салавата Юлаева кровное месть у башкира была норма. Вот. И, в общем, ну, по всей стране это рассветет. Понимаете, современное государство стоит на принципе... Это один из базовых принципов современного государства, да, на принципе монополии государства на насилие. То есть любая иная форма насилия, которая в аркаичных обществах была частным делом, где каждый мог там убить другого. Да, вот в средневековой Японии, например, самурай имел законное право, это называлось опробовать остроту меча, зарубить любого простолюдина. И любая мотивация, я просто решил проверить, острый у меня меч или нет. Вот этой мотивации было достаточно. Вот. Но это все архаика, да. Современное государство стоит на том, что монополия на насилие принадлежит государству. Это не частное дело. Даже мордобой запрещается. Извини за выражение. Не то, что убивать. Да? И получается, что снова превратив это дело в частное дело, тем более даже снабдив своим государственными инструментами частников, которые занимаются этими разборками, ведь Кадыров будет использовать в борьбе с Керимовом свои государственные институты, все данные ему в руки государственные институты, понимаете? Государственные возможности будет использовать, да? То есть это полное отрицание базового принципа современного государства. Люди так это не сформулируют, как я, может быть, да, потому что вот за то, что так формулируют, надо быть, ну, либо юристом, либо политологом. Но чувствуют они именно это. Вот. И поэтому я думаю, что Кремль, конечно, попытается, ну, эту тему как-то, эту тему решить. Ну, то есть не оставят ее вот просто так. Слишком уж она против него работает. Вот. Поэтому я думаю, они попытаются... Самое лучшее было бы, конечно, взять Кадырову сейчас посадить за это, возбудить уголовное дело и посадить. Но, конечно, они не могут это сделать. В значительной степени по причине войны. Да. В этом, ну, открывать второй фронт в Течине, где десятки тысяч лично Кадырову преданных боевиков, ну, конечно, Путин не может. Он Курской области охлупать не может. Для этого надо, ну, говорят, там, 10-20 тысяч человек. У него их нет. Куда ему еще с Чечнёй воевать? Поэтому, конечно, проглотят, ну, вернее, значит, не то, что проглотят, ничего делать не будут, а проглотят, но попытаются откупиться от Кадырова. То есть я думаю, что просто речь будет идти о том, что, Рамзан, давай так, значит, скажи, что ты разобрался, то информация не подтвердилась. Те, кто слил недостоверную информацию, уже наказаны. Значит, дорогие братья Керимов, и если с ним, значит, ни в чем не виноваты, вот жму им руки, никаких претензий не имею. Они тебе за это отдадут все, что они тебе должны, по-твоему. Мы им скажем. И еще мы тебе что-нибудь вдобавок дадим. Сколько чего хочешь, да. Я не исключаю, что Кадыров, делая вот это, он сразу имел в виду, что вот он... То есть это тема для торга была. То есть это Вайлдберрис таки могут отдать Кадырову? Ну, я... Ну, либо если не Вайлдберрис, то что-то другое. Ну, то есть, я думаю, они попытаются договориться вот с тем, чтобы он публично озвучил, что тема закрыта. Поскольку тема слишком неблагоприятна для Кремля. Вообще, надо понимать, что это не частная история Кадырова, так сказать. Кадыров, на самом деле, при всем том, что он выглядит как отморозок, он, на самом деле, флюгер. Он очень хорошо тенденции чувствует. Он в том же, значит, где-то 2011... 1960-2011 год это было, когда президентом был Медведев и Россия еще пыталась модернизироваться. Помните, Медведев запустил тему «Свобода, улучшение свободы», запустил перезагрузку отношений с Обамой. Россия, которая сейчас поддерживает всех диктаторов по всему миру, тогда, по поручению Медведева, не стала блокировать в Собиде ООН резолюцию против Каддафи. И в результате Каддафи, ну, мы знаем, чем это для него закончилось. Вот. То есть тогда Россия еще пыталась двигаться вперед. И она хотела в Европу. И тогда Кадыров объявил о том, что в Течне с кровной местью надо покончить. Он с ней боролся. Он создал специальную государственную комиссию, собирал там кровников, примерял их, так сказать, между собой. Да и в конце концов объявил, что все, этот архаичный институт уничтожен. В Чечне его больше нет. А теперь он делает ровно обратное. Да, потому что он флюгер. Он понимает, что Путин ведет страну теперь в обратном направлении. Вот. И то, о чем я сейчас говорю, люди на самом деле тоже чувствуют. То есть они понимают, что это не частная история. Что это некий индикатор некого тренда. Индикатор свидетельствия о направлении движения, которое людей принципиально не устраивает. Поэтому я и прогнозирую, повторюсь, что все-таки Кремль, эту тему попытается как-то купировать. Слишком она громкая, слишком скандальная. Но если силы нет, если, допустим, Кадыров запросил слишком много, или уперся там, встал в позу, не хочет отыгрывать, а Кремль не может, так сказать, его убедить, ну тогда будут делать лично, что страшного не произошло. будут как-то пытаться уговорить Керимова, он где-то говорит, ну давайте сам с ним договаривайся, да, да, там, дай ему чего-нибудь, чего ему надо, ну вот, будет Керимов сам свои проблемы решать. Ну, я думаю, как-то так будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok